Вы смотрите прямую трансляцию церемонии вступления в должность президента Республики Беларусь. Десятки телекамер, установленные на пути следования, кортежа номер один по проспекту Победителей, независимости на Октябрьской площади во Дворце Республики, где и пройдет церемония инаугурации. Совсем скоро мы станем свидетелями важнейшего события в жизни страны. Чуть более месяца назад в Беларуси прошли выборы президента 19 декабря и сегодня вновь избранный глава государства официально вступит в свою должность. Напомним, телевизионная камера установлена на пути следования президентского кортежа. Сейчас мы видим, как почетный кортеж президента Беларуси поворачивает на проспект Победителей у Свято-Покровской церкви. Великолепный эскорт из девяти белых мотоциклов. Это специальное подразделение ГАИ «Стрела». Его еще называют эскорт номер один. Это один из элементов государственного протокола. Созданное в 1994 году специальное эскортное подразделение считается одним из самых лучших в мире за 18 лет работы. Личный состав этого специального подразделения выполнил более 11 тысяч сопровождений и более 50 эскортирований. Кортеж главы белорусского государства эскорт мотоциклистов сопровождает только в особенно торжественных случаях. Например, таких как сегодня. Ведь инаугурация – особый ритуал для политика, которому народ доверил будущее своей страны. Президентский кортеж движется по проспекту Победителей. Сегодня символично воспринимается даже название одного из главных проспектов столицы. Александр Лукашенко выиграл выборы с огромным преимуществом. Официальные результаты представлены Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. Итак, общее число избирателей в Республике Беларусь составило 7 миллионов 105 тысяч 660 человек. В голосовании приняли участие 6 миллионов 441 тысяча 31 избиратель. Иными словами, явка превысила 90%. На основании части 4 статьи 79 избирательного кодекса президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич. За кандидатуру которого подано 5 миллионов 130 тысяч 557 голосов избирателей. Это составило 79,65% избирателей, принявших участие в голосовании. Кортеж движется мимо сооружений, которые являются знаковыми в новейшей белорусской истории. Комсомольское озеро – трудовой довоенный подвиг белорусской молодежи. По свидетельству многих ветеранов Великой Отечественной, именно с этой стороны летом 44-го года войска начали бои за освобождение белорусской столицы. А осенью 2010-го немчане получили шикарный подарок – обновленную набережную Комсомольского озера. Жители и гости города уже успели полюбоваться прекрасным фонтаном Победы. 19 декабря страна сделала свой выбор. За годы независимости мы сформировали успешную модель социально-экономической, ориентированной рыночной экономики. Ее характерной чертой является социальная политика. В стране уделяется максимальное внимание ветеранам Великой Отечественной и пенсионерам. Особенно поддерживаются материнство и детство, молодежь. Сегодня Беларусь – это суверенная и независимая страна. Политика государства реально доказала свою эффективность. Беларусь смогла выйти из мирового финансового кризиса с минимальными потерями. Наша республика доказала свою способность обеспечить устойчивое развитие и национальную безопасность даже в самых жестких внешних условиях. Суверенитет – это высшая национальная ценность, которую надо каждодневным трудом укреплять и защищать. Реальный суверенитет дорогого стоит, дорого обходится, но без него нация не жизнеспособна. Независимость Беларуси стала неоспоримым фактором мировой политики, фактором, который уже невозможно игнорировать, и это величайшее достижение. Сейчас на пути следования кортежа номер один – Стелла, Минск, город-герой. Здесь рядом с традиционным местом проведения военных парадов и торжеств в Суверенной Беларуси будет возведено здание нового музея Великой Отечественной войны. Рядом с музеем появится обновленный парк Победы. Так наша страна вновь подтверждает, насколько важно сохранить народную память. Верность исторической памяти – основа государственной политики. Вы смотрите прямую трансляцию церемонии вступления в должность президента Беларуси. И сейчас кортеж приближается к еще одному знаковому месту столицы – Дворцу спорта. Белорусы стремятся стать здоровой нацией. Ради этого государство вкладывает огромные средства в повсеместное строительство разнообразных спортивных объектов. Делает их доступными для людей всех возрастов. Здоровый образ жизни плюс развитая медицина, безопасные условия жизни в совокупности будут способствовать формированию здоровой нации. Ну а сейчас кортеж въезжает в историческую часть столицы, так называемый Верхний город. Москва через Немигу ведет площади Свободы и Ратуши. Именно с Немигой связано первое упоминание о Минске в летописном своде «Повесть временных лет». Говорят, что человек, который воспитан на неуважении к предкам, не может быть настоящим гражданином своего государства. Беларусь делает все возможное для того, чтобы сохранить историческое наследие и привить новому поколению любовь и почитание истории своей страны. Десятки телекамер установлены на пути следования кортежа. И вот сейчас мы видим, как почетный кортеж выезжает на главный проспект страны, проспект независимости. Колонна машин и мотоциклистов приближается ко Дворцу Республики, где пройдет главное торжество – инаугурация президента Республики Беларусь. Вновь избранный глава государства принесет присягу на верность белорусскому народу. После принесения присяги, согласно статье 83 основного закона страны, президент вступает в должность. Наша страна является президентской республикой. Президент олицетворяет единство народа, является главой государства и гарантом Конституции. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности. Обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти. Осуществляет посредничество между органами государственной власти. Сейчас мы видим, как вновь избранный глава государства Александр Лукашенко выходит из машины, поднимается по ступеням и входит во дворец. Его приветствуют военнослужащие роты почетного караула. Через несколько мгновений прозвучат торжественные фанфары. Слушайте все, и церемония начнется. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Президент Республики Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко Внести Конституцию Республики Беларусь Государственный флаг Республики Беларусь Штандарт Президента Республики Беларусь Штандарт Президент Республики Беларусь Штандарт Президент Республики Беларусь Штандарт Президент Республики Беларусь Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники Торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Беларусь Уважаемые граждане Республики Беларусь В этот торжественный день Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявляет, что волей народа Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко Избиратели Беларусь приняли это ответственное решение Отдав свои голоса за избрание Александра Григорьевича В условиях свободных и демократических выборов Уважаемый Александр Григорьевич, в соответствии со статьей 83 Конституции Республики Беларусь Прошу вас принести присягу Заступающий на посаду Президента Республики Беларусь Урочисто клянусь Верно служить народу Республики Беларусь Поважать и оховывать правы и свободы человека и гражданина Заховывать и оборонять Конституцию Республики Беларусь Свято и добросумленно выконовать ускладенные на мене высокие обовязки Заховывать и оборонять Конституции Республики Беларусь Заховывать и оборонять Конституции Республики Беларусь Заховывать и оборонять Конституции Республики Беларусь Республики Беларусь Заховывать и оборонять Конституции Республики Беларусь Милом с тобой, любимом с тобой, Свой славы молитвам веково. Славься, злые ваше светое имя, Славься, народам, Оргенский союз, Славься, злые ваше светое имя, Славься, народам, Оргенский союз, Славься, злые ваше светое имя, Славься, народам, Оргенский союз, Славься, злые ваше светое имя, Славься, народам, Оргенский союз, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Александр Григорьевич, позвольте вручить вам удостоверение президента Республики Беларусь. Аплодисменты Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Рубинов Анатолий Николаевич. Аплодисменты Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, позвольте мне от имени Национального Собрания нашей страны сердечно поздравить вас, Александр Григорьевич, с официальным вступлением в должность президента Республики Беларусь на новый срок. Вы были избраны на этот высокий пост в результате честных, демократичных, открытых выборов, в которых приняли участие практически все граждане нашей страны, имеющие право голоса. И эти выборы показали, что подавляющее большинство нашего народа доверяет вам, как лидеру нашей страны, как национальному лидеру, как президенту Республики Беларусь, одобряет проводимую вами политику, предложенную вами модель развития нашей страны. И это доверие, эта поддержка основаны не на предвыборных обещаниях или предвыборных речах, к которым вы не обращались, а на опыте всех предыдущих лет, на тех замечательных успехах, которые наша страна и наш народ достигли под вашим руководством. Действительно, никогда еще в истории Беларусь не развивалась столь стремительно, никогда наш народ не достигал такого уровня благосостояния и благополучия, как в годы вашего президентства. Дай же вам Бог, уважаемый Александр Григорьевич, неистекаемых сил, уверенности в правоте своего дела, чтобы и дальше успешно вести корабль нашего государства, проводя его через все рифы, бури, испытания, по пути независимости, прогресса и процветания. Уверен, что какие бы сложные задачи не возникали перед вами, как президентом страны, вы всегда найдете правильное решение, основываясь на том, чему вы привержены всю вашу жизнь, начиная с рождения, на искренней и глубокой любви к нашей стране и нашему народу. В добрый путь, Александр Григорьевич! АПЛОДИСМЕНТЫ Микрополит Минский и Ислуцкий Филарет, Патриарший экзарх, всея Белоруссия. Уважаемые участники торжественной церемонии, Досточтимый Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь. Внимание всего белорусского мира приковано сегодня к важнейшему событию, которое знаменует продолжение вашего президентского служения Республики Беларусь. С именем вашим народ Беларуси связывает свои надежды в делах гражданского благоустроения и продолжения державного строительства в сообществе разных стран и народов. Беларусь кормила государственной власти в вашей руке. И белорусская держава уверенно следует по избранному нашим народам пути. Стремясь к благоденственному и мирному житию, Рассудительного, любящего родную землю белорусского народа, Мы взываем к Творцу едиными усты и единым сердцем. Господи, Ты владычествуешь над всем, И в руке Твоей сила и могущество, И во власти Твоей возвеличить и укрепить нас. Да укрепит же и умудрит Господь вас, Многоуважаемый Александр Григорьевич, В вашем высоком государственном служении. И да пребудет со всеми нами воля Божия благая и всесовершенная, Дабы процветало наше белорусское Отечество во веки веков. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Пожалуйста, присаживайтесь. Дорогие соотечественники, уважаемые гости, В этот знаменательный день я не могу не выразить особое чувство, Которое меня сегодня переполняет. Давая клятву верности Отечеству и народу, Я ощущаю прежде всего огромную благодарность За то доверие и поддержку вашу И великую ответственность за нашу с вами общую судьбу. Голоса миллионов честных и верных людей, С которыми за последнее время мы выстояли на самых крутых исторических виражах, Вдохновляют и придают новые силы. Да, мы одержали убедительную победу. Ведь вопрос стоял не только в выборе президента. По сути решалась дальнейшая судьба страны, Быть ей самостоятельной и сильной Или попасть в кабальную зависимость Белорусскому народу самому Определять свой путь развития Или отдать все на откуп тем, Кто готов за бесценок продать родную землю И разрушить наш общий дом. Доверие народа предъявляет сегодня особые требования и обязательства. Заставляет быть предельно ответственным и справедливым руководителем Как по отношению к своим сторонникам, так и к людям Альтернативных взглядов. Поскольку истинная демократия основана не только на утверждении воли большинства, Но и на защите прав меньшинства. Объективно оценивая избирательную кампанию Отмечу, что она прошла абсолютно открыто Дальше некуда Демократично В полном соответствии с национальным законодательством Международной практикой И жестокими требованиями тех наблюдателей, которые к нам приехали Благо мы вчера узнали, что даже европейцы к нашим выборам уже претензии И к их результатам не предъявляют Ну слава Богу Но для меня особенно дорого то, что белорусские выборы стали красноречивым свидетельством Неразрывного единства власти и людей наших, граждан Народ сказал свое веское слово, еще раз подтвердив, что Беларусь свободное демократическое государство И сделанный им выбор священен и неоспорим Ведь недаром в древности глаз народа приравнивали к глазу Божьему Некоторые политики, деятели зарубежных государств и международных структур Предпочли предать забвению этот старый, как мир, принцип народовластия Но это их дело Оставим их за скобками И отметим То, что наш народ не дрогнул в ответственный момент Не поддался ни на экономический диктат Ни на политические провокации Ни на истерию Местишковых продажных политиков и журналистов Вместе Мы сохранили главное Мир на белорусской земле Единство И национальное достоинство В эти поистине исторические минуты Я хочу поблагодарить вас Дорогие соотечественники За стойкость, мудрость и выдержку Выражаю признательность государствам, политическим лидерам И всем зарубежным друзьям Которые были с нами в этот непростой час А недоброжелателям Беларуси хочу напомнить народную мудрость Не раздувай пожар у соседа Огонь может не на рог перекинуться и на твой дом Вирус цветных революций Поражает только слабые страны Чей государственный организм Измотан экономическими И социальными проблемами А власть Находится в конфронтации с населением В Беларуси Для него просто нет питательной среды Поэтому Даю вам твердую гарантию Лимит революции и потрясений исчерпан Никакие майданы и площи Нашему обществу не грозят Безопасность Стабильность в белорусском доме Мы убережем от любых происков Как извне Так изнутри Ведь любая власть А тем более власть народа чего-то стоит Если она умеет защищаться Дорогие друзья Немало копий сломано В спорах о том Кто играет большую роль в истории Личность политического лидера Или народ Думаю, что истина Состоит не в приоритете Одной из этих составляющих А в их согласии В взаимном доверии И слаженности действий Именно благодаря такому единству Взаимопониманию За полтора десятка лет Мы вместе сделали Гигантский рывок вперед Успешно преодолев Все невзгоды и трудности Вспомните, какой была страна В середине девяностых Мишки, доведенные С ведомыми демократами до ручки Где сотни тысяч голодных людей Выходили на улицы Требуя работы, зарплаты И куска хлеба Где разваливалось и разворовывалось Все, что только можно Где на роль государственной идеологии Претендовал оголтелый национализм С его русофобией и мракобесием У нас не было ни солидных Золотовалютных запасов Ни природных богатств Ни мощной финансовой попитки извне Были только трудолюбивые руки Светлый ум И талант нашего народа А еще наша вера Друг в друга и надежда Только на свои силы И этот простой социальный рецепт Сработал лучше всяких Заковыристых экономических Теорий и политических технологий Мы не дали развалить страну Мы не позволили втоптать В грязь устремления народа Мы укрепили нацию Мы сберегли мир и согласие в обществе Благодаря нашей политике в Беларуси Нет олигархических структур Массовой безработицы И обмещания людей Каждый год мы стараемся работать еще лучше Отправляя на экспорт 75% Всего что производим И все заработанное Не уходит в карман олигарха Не утекает за рубеж А возвращается к народу В виде зарплат, социальных благ Инвестиций в отечественную экономику И так будет всегда Стараниями трудовых коллективов Региональных, республиканских Ордов управления За пятилетия Беларусь Два с половиной раза Увеличила объем валового внутреннего продукта В номинальном выражении Сегодня я хочу выразить признательность И предыдущему правительству Во главе Сергея Сергеевича Сидорским За плодотворную работу Формирующийся состав Нового Совета Министров Меняется Но и те, кто в него не вошел Будут востребованы В нашем государстве Нашим народом Новое время требует от всех нас И особенно от управленцев Различных уровней Большей динамики И большей результативности За прошедшие годы Нами заложен мощный фундамент Для долгосрочного, стабильного развития Теперь главная задача Перейти от восстановления И сохранения К многократному Преумножению всего созданного Это наша стратегия И ориентир на ближайшие пять лет Главные движущие силы и роста Призваны стать деловая активность Инициатива Творческий потенциал граждан Наша стратегическая цель Вывести Беларусь число Лидеров технологического И интеллектуального развития Придать белорусской экономике Новый облик Модернизируя ее структуру А также промышленность Сельское хозяйство На основе самых передовых Производств и технологий Создавая стимулы Для отечественных И иностранных инвестиций Нам предстоит немало сделать Для того, чтобы наше общество Совершенствовалось Развивалось А государство стало Еще более справедливым И заботливым По отношению к нашим людям Сознавая геополитическую роль Беларуси Как связующего звена Между Востоком и Западом Как неотъемлемой части Европы И постсоветского пространства Мы продолжим реализацию Многовекторной внешней политики Основанной на приоритете Национальных интересов А также строительство Союзного государства Укрепление интеграционных связей В рамках единого экономического пространства Еврозес СНГ Иных межгосударственных образований Мы будем добиваться Максимально высоких результатов От сотрудничества Как с Россией Украиной Китаем Венесуэлой Другими нашими Стратегическими партнерами Так и с Европейским Союзом И Соединенными Штатами Америки Всеми государствами Мирового сообщества Дорогие друзья Нам еще очень много Предстоит сделать Для страны Для себя Для наших детей Для достижения поставленных целей У нас есть все возможности Накопленный опыт Ясное понимание Приоритета в развитии И огромный созидательный потенциал Неиссякаемая энергия Нашего народа Всех нас должна объединять Забота о нашем общем доме Родной Беларуси По мудрому изречению Лишь Отечество Заключает в себе то Что дорого всем Опираясь на историю Традиции На конкретные черты Национального характера Честность Трудолюбие Отвагу И справедливость Терпимость Верность Долгу И патриотизм Мы сможем достойно Ответить на любые Вызовы Времени Славное прошлое Должно быть подкреплено Масштабными делами Сегодняшних поколений И тогда слово Беларусь С уважением Зазвучит во всем мире А наши дети и внуки Будут жить В процветающей Европейской стране И гордиться Теми страницами Которые мы Впишем В биографию Нашего Отечества Дорогие друзья Я еще раз хочу Поблагодарить вас Созделанный вами Выбор И пожелать Всем вам здоровья Счастья Успехов А самое главное Неиссякаемых сил Для созидательного Труда на благо Любимой Родины А если кто-то И в этом зале И за его пределами Кто нас сегодня Видит и слышит Еще Сомневается в том Правильный ли он Сделал выбор Простите за нескромность Скажу Не переживайте Правильный вы сделали выбор Ваш президент Это ваш президент И он никогда вас Не подведет Благодарю вас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.